Глава девяносто девятая. Неожиданные открытия. «Надеюсь, я не заставил вас ждать», — сказал Дамбалдор, выходя из камина и взмахом палочки, избавляясь от пепла, заодно осматривая довольно симпатичную гостиную, которая вполне бы подошла любой семье магов среднего класса. «Нет, совсем нет», — ответила Твайлот, отступая вглубь комнаты, чтобы дать ему возможность пройти. «Я и сама добралась сюда всего пару минут назад. Но если мы не хотим тратить время зря, то предлагаю сразу же пройти к порталу». Когда Альбус уходил из кабинета, вокруг Хогвартса, расположенного в глубине уединенной труднодоступной долины на шотландском Нагорье уже царил мрак. Но здесь, в равнинной части страны, солнце еще только начало закатываться за горизонт, и когда принцесса вывела его из дома, света оказалось достаточно, чтобы рассмотреть окружение. Как он и ожидал, вспоминая свой последний визит в Литл Уингинг, дом выходил на улицу с множеством фонарей на столбах. Однако остальной части района просто не было. Эквестрийцы полностью все тут перестроили, снеся больше трех четвертей домов. Фасад дома, из которого они вышли, был обращен на ограду Большого парка, отделявшего их от здания посольства. Что ж, нельзя не признать, что магловские фотографии посольства, виденные им ранее, даже близко не передавали всего его величия. Мастерски, подавив удивление, Альбус молча проследовал за ведьмой через парк и боковую дверь в одно из крыльев огромного здания. Охранник просто кивнул ему, не высказывая возражений и удостоив лишь беглым осмотром. На удивление, пространства между крыльями здания оказалось куда больше, чем он думал. Судя по тому, что он видел, это здание легко могло соперничать с Хогвартсом по площади, если уж не по высоте. Купол над порталом он уже видел на фотографиях, но в реальности его вид внушал куда сильнее, особенно ночью. Огромная вращающаяся дверь была интересной идеей с точки зрения безопасности. Вряд ли кто-нибудь сможет проникнуть через нее незамеченным. А еще Дамблдор заметил руны, нанесенные по нижним кромкам купола и двери, которые несомненно искали магические артефакты, изучая их содержимое и почувствовал, что вошел в антиоперационное поле. Судя по всему, эквестрийцы прекрасно знали, как блокировать аппарацию, телепортацию и портключи. Они снова миновали пост охраны. Спиральная дорожка вокруг дерева показалась Дамблдору довольно необычным решением, но особенно любопытным открытием для него стали раздевалки. Уже откровенно веселясь он переоделся в предоставленную накидку и сунул палочку в кубуру на запястье. — Не забывайте. С другой стороны, вы станете единорогом, — напомнила ему Твайлот, когда они снова встретились. Альбус кивнул, соглашаясь. Несмотря на слова принцессы, он ожидал, что примет свой родной, уже давно привычный ему, анимагический облик. Это, если, конечно, верна его теория, что пони — это просто анимагическая форма эквестрийских магов и ведьм. Переход через портал оказался настолько же странным, как и через исчезательные шкафы, которыми ему много десятилетий назад доводилось пользоваться. Альбус невозмутимо прошел вперед еще несколько шагов, но уже на четырех ногах. И только затем, остановившись и попытавшись вернуться в человеческий облик, он просто потерял до речи, поскольку... поскольку ему этого сделать не удалось. — О, великолепно! — вас лихнула довольная Твайлот. — Вы знакомы с четверногим обликом, — добавила она и искренне ему улыбнулась. Справившись с первоначальным шоком, Дамбалдор принялся внимательно изучать свою новую внешность. Для начала, хоть у него все же сохранилась борода, такая же белая, как и в родном облике, сам он оказался немного ниже принцессы Твайлот, что для Альбуса оказалось слегка непривычным. Обычно это именно он возвышался над большинством магов и ведьм. Шерсть его нового тела была серой, гривы и хвост, когда он сумел их разглядеть, оказались светло-серыми, почти белыми. А еще ощущения собственной магии показались ему не такими, странными. Поразмыслив, Дамбалдор вдруг осознал поразивший его до глубины души факт. Для манипуляций с магией ему больше не нужна палочка. Впервые в жизни он ощущал ее настолько явственно, чувствовал, как ее потоки скручиваются у основания торчащего у него из головы рога. — Мгновение! — и он заставил выплыть из кармана накидки сверток с мантией, всего лишь подумав об этом. — Восхитительно! — сказал Альбус, левитируя сверток перед своими глазами. — Нам следует поторопиться. Прервал от Вайлот его дальнейшие эксперименты, забирая его халат и висящие в воздухе сверток в свою магию. — Принцесса Твалет? — спросил подошедший к ним местный Аврор. — Простите, Альбус, но он обязан наложить на нас заклинание проверки. — Вздохнула она. — Просто расслабьтесь, оно быстрое. — Даже так? — сказал старый маг, оглядываясь. — И только сейчас до него дошло, что вокруг него были одни лишь пони. По меньшей мере дюжина пони наблюдала за ним с разных точек, рассредоточенных вокруг портала. А когда какое-то движение у верхнего края поля зрения заставило его поднять глаза, то Дамблдор увидел установленные внутри купола четыре окруженные стенами платформы. Из площадки каждой за ним наблюдали по единорогу и пегасу. И все, без исключения четвероногие, обладали своим неповторимым сочетанием окраски шерсти и гривы. Увиденное его просто поразило. Да, Альбус видел, что все первокурсники в своем анимагическом облике были очень разными. А если не считать Уизли, цвета гриф и хвостов у которых совпадали, демонстрируя отличительную черту их семейства. Но он даже не подозревал, насколько много вариаций имелось по эту сторону портала. Как сказали бы маглы, происходящее вокруг было похоже на взрыв на фабрике красок. Насторожно оглядываясь, Альбус последовал за Твайлетт, на ходу объяснивший ему, что у пони нет анимагической формы как таковой, поэтому и у него ее сейчас нет тоже. В общем, на протяжении всего своего визита ему придется побыть единорогом. Вот на этом моменте у Дамблдора начала закрадываться мыслишка, что все, что ему казалось, он знал об эквестрийцах и их происхождении, может оказаться очень и очень ошибочным. Пока же он решил просто смириться с окружающим, а по поводу ошибочности своих выводов обдумать позже, когда будет время, чтобы пересмотреть свои воспоминания. Купол по эту сторону оказался сооружением массивным, куда основательнее, чем по ту сторону портала. Когда они проходили через вращающуюся дверь, Дамблдор увидел, что толщина его кристаллической стенки была не меньше ярда, да и каждая из створок двери была ничуть не тоньше. Контроль безопасности тут тоже был более тщательный. Ему пришлось снять и позволить охране осмотреть его палочку, кобуру и принесенный с собой сверток. Местные Авроры исследовали буквально каждый карман. Правда, все было проделано очень быстро, и Альбус понял, что практики у охраны хватало. Очевидно, сотрудники посольства проходили здесь ежедневно. Похоже, Чейнджлинг, просочившийся через их охранную систему, потряс их намного сильнее, чем рассказала им Твайлот. Чтобы прорваться через такую мощную защиту, потребуется очень решительный и хитрый маг или ведьма. Это если пробраться через все эти защитные сооружения, вообще возможно, в принципе. Стены, которые он теперь мог ясно видеть, были высотой, как самый высокий шпиль Хогвартса. А участок, который они охватывали, вместил бы не только сам Хогвартс, но и простерся бы от края запретного леса до дальней стороны квиричного поля и деревни русалок в глубинах озера. Не менее тщательная проверка ждала их на проходной внутри массивной стены, окружавшей купол. Только после того, как они прошли стену насквозь, Альбус понял, что толщиной она со среднестатистически Магловский дом. Авроры, которых они видели, смотрели во все стороны, а не только на них, отчего Дамбалдор невольно задумался, чьего же появления они могут ожидать снаружи. Или же они не хотели дать вырваться чему-то изнутри. Одно радовало старого мага, что его анимагический облик был четвероногим. В противном случае он вряд ли бы смог выдержать тот быстрый темп, который задала принцесса, когда они покинули область портала. Только благодаря привычности подобного облика ему не приходилось сосредоточиваться на том, в каком порядке переставлять ноги. Поэтому он мог обращать внимание на окружающую их обстановку, отмечая, что высоченные стены стояли не только вокруг портала, но и простирались на значительное расстояние вне его, параллельно дороге, по которой они шли. И что дорога по обе стороны окаимлялась прекрасно ухоженным парком. Правда, периодически замечаемые то тут, то там движения отчетливо давали понять, что даже здесь Авроров хватало, пусть они и не выставляли свое присутствие на показ. Прямо перед тем, как они подошли к главному зданию портала, Дамблдор заметил и другие здания по обеим сторонам от центральной дороги. Украшавшие их знаки четко обозначили границу. Здание администрации, три казармы Авроров и площадку, отведенную для их тренировок. И судя по одним лишь тем пони, которых он увидел за это недолгое время, становилось очевидно, что Авроров вокруг даже больше, чем во всем министерстве. И все они облачны в доспехе из... Из золота? Конечно, директор Хогвартса знал, что золото обладает большим сопротивлением магии, но то, что его в таких объемах используют в доспехах простых стражников, означало, что запасы этого металла в Эквестрии значительно превосходят все, что могло бы собрать министерство, даже разграбь оно пещеры гоблинов, раз уж его хватает даже на военные нужды, а не только как ценное средство платежа. А сейчас я телепортирую вас к Рерити. Пожалуйста, не сопротивляйтесь этому. — Сказала Твайлет, — едва они прошли последнюю проверку, ожидавшую их в здании портала. Она сошьет для вас превосходный наряд для балла. Уже через несколько секунд, поборов недолгое головокружение, сопровождавшее Эквестрийский аналог аппарации, они вошли в очень оригинальное и красивое здание и обнаружили, что Рерити ждет их. Да, на этот раз меча у нее не было. Дамблдор забрал у Твайлет свой сверток и показал белой единорожке мантию, что собирался надеть. Та, продемонстрировав потрясающее умение необычно тонко управляться магией со множеством разнообразных предметов, быстро набросала эскиз снаряда, который оказался ничуть не хуже принесенного им, но при этом должен был идеально подойти к его нынешнему облику. Пока с директора снимали мерки, Твайлет нырнула в соседнюю комнату явно кухню и минуты позже вышла назад с чайным сервизом, плывущим следом за ней. «Не могли бы вы поподробнее рассказать мне о предстающем Балле?» — спросил он лавандовую оликорну, когда помещение заполнили щелчки ножниц и стрекотшвейной машинки, параллельно с удивлением, пополам с восторгом наблюдая, как белый днарожка манипулирует таким количеством предметов одновременно. Балл дается в честь одного из людей с той стороны портала. Он был удостоен звания почетного рыцаря королевства Эквестрия за помощь в организации посольства. Дамбалдор слегка приподнял брови. «Еще в августе мы увязли в бюрократическом болоте в своих жалких потугах привлечь внимание магловского правительства. И тут появился он. Самой не верится, но ему удалось представить нас, их премьер-министру, всего за пару дней. И с тех пор он был незаменим во всех наших делах». Улыбнувшись директору Хогвартса, Твайлот сделала глоток из чашки. «Уверена, вы встретитесь с ним на балу. Он будет там, как его жена и дочь. Все они те, кого вы называете... сквибами. В них есть магия, но ее недостаточно, чтобы их приняли в вашу школу». На этих словах она хитро взглянула на собеседника. «В отличие от вас и других магов и ведьм, Сирлы — это их фамилия, стали пегасами. К сожалению, Уизли стали исключением из этого правила преобразования магических способностей для прошедших через портал». Нахмурившись со вздохом, сказала Твайлот. «Но вина за это целиком лежит на дискорде. Он с ними сотворил что-то такое, что теперь у них тут тот же облик, что и не анимагическая ипостась по ту сторону портала. Все эти исключения из четких правил так раздражают и сбивают с толку. Принцесса снова вздохнула и покачала головой, а затем с любопытством возрелась на Альбуса. «Я так понимаю, у вас есть анимагический облик?» Полюбопытствовала она, и с каждым новым заданным вопросом ее интерес и энтузиазм только росли. «И кто же это?» «Это кто-то четвероногий?» «Именно поэтому вы знаете, как стоять и ходить на четырех копытах. Сколько времени вам понадобилось, чтобы научиться этому? Сколько вам было лет, когда вы впервые превратились? Почему большинство магов и видим так и не находят свой второй облик?» «Твайлайт!» Резко сказала Рэлити, на мгновение отрывая взгляд от своей работы, впрочем, не переставая страчить на машинке и дальше. Аликорна чуть ли не посреди фразы замерла с открытым ртом, затем застенчиво потерла копытом шею чуть ниже гривы. «Эй, извините!» Слегка покраснела она. Дамблдор в ответ тепло улыбнулся ей и допил чай. «Да, у меня есть немагическая форма. Это нигерийский карликовый козел. На освоение этого навыка у меня ушло всего лишь около года. Но стоит учесть, что я весьма талантлив в трансфигурации. Мне тогда было восемнадцать. А большинство не считает, что оно того стоит. Нигерийский карликовый козел? Неожиданно». Какое-то время Твайлот молча сидела, размышляя. «Та-дам!» Вдруг воскликнула Рэлити, размахивая ярко-пурпурным плащом со звездами и лунами, вышитыми на нем, и полосой коричневой отделки шириной не меньше, чем в копыта, по которой шли замысловатые узоры золотого, красного, зеленого и синего цветов. Прилагавшаяся к плащу шляпа была обыкновенной, принятой в магическом мире, но с такими же замысловатыми символами на полях и полосой шириной в копыта, идущей по окружности основания конической тульи. «Я решила, что мне в основном следует сохранить дизайн вашей одежды», — пояснила она. Но даже взяв ее за образец, модельер приподняла принесенную Дамблдором мантию, словно подчеркивая свои слова. «Я всегда могу сделать лучше. На балу от вашей мантии все будут просто в восторге». Присмотревшись, Альбус обнаружил, что странными рисунками на окантовке оказались гербы домов Хогвартса, выполненные в соответствующих цветах и повторяющиеся в замысловатом узоре. А еще он заметил, что звезды и луны движутся в точности так же, как и на его мантии. И ей удалось все это сделать, за то недолгое время, пока они здесь были, еще и без палочки. Дамблдор с недоверием пополам с восхищением покачал головой. Потом, правда, вспомнил, что палочка у нее все же есть, просто она растет у единорожки из головы. Тем не менее, для столь короткого времени это поразительное достижение. И это не какой-то там трюк. Разве магия не чудеснейшая вещь на свете? Рэлити накинула Альбуса плащ, что-то там подправила, проверила, удобно ли ему двигаться, и, наконец, принесла зеркало. В обновке он выглядел просто сногсшибательно. Дамблдор невольно погладил бороду, любую своим видом. Интересно, будет ли на болу тот парень, как его, Санберст, подумал директор. А еще интересно, как новый наряд будет смотреться на моем анимагическом облике дома на земле? Они просто превосходны, сказал он вслух. От всей души аплодирую вашей скорости и умениям. Уверен, ни одна швея в мире не смогла бы сделать это так быстро, элегантно и с такими чудесными результатами. Я лучшая магистка во всей Квестрии, скромно ответила белая единорожка, смущенно зурмянившись. Если это типичный образец вашей работы, то я, безусловно, готов согласиться, что это абсолютная правда. Покраснев еще больше, Рерити упаковала собственное платье, и они отправились в замок Твайлет, оказавшийся пусть и меньше Хогвартса, но даже так он вполне мог посрамить любое родовое поместье чистокровных из тех, которые видел Альбус. Даже ночью он сверкал и переливался радужным блеском. Дамблдор был просто потрясен, осознав, что замок Твайлет был целиком построен из кристаллов. — Магический потенциал такой постройки просто невозможно себе представить! — Директор! — воскликнул опознавший его Перси. Едва Альбус зашел вслед за Твайлет в гостиную. — Сказать, что его ученики были поражены, увидев его, ничего не сказать. — Добрый вечер! — сказал Дамблдор, улыбнувшись их реакцией. — Сегодня, когда принцесса Твайлет была у меня в гостях, она пригласила меня на бал, который состоится этим вечером. Я подумал, что будет интересно увидеть Эквестрию лично. Итак, он сел и раздвинул передние ноги. Вот я и тут. Твайлет громко кашлял позади него. — Я оставлю вас здесь, пока мы с Рерити оденемся к балу, — сказала она. — Остальные должны скоро появиться. Судя по отсутствию Рерити, она уже успела уйти переодеваться к балу. — Вы выглядите просто великолепно, директор! — сказал Перси, заискивающий, улыбаясь. При этих словах Альбус не мог не принять самодовольный вид. — Да, полагаю, этот плащ идеален. — Мисс Рерити буквально только что сделала его для меня. А я ведь прибыл всего полчаса назад. Она очень, очень талантлива. Пока окружающие восхищались ее работой, Дамблдор взглянула на Свити Белль. — Она ведь твоя сестра, верно? Свити кивнула и продолжила, как ни в чем не бывало, болтать с Эпплблум. — Скажите, вам понравились каникулы? — задал вопрос Альбус, не обращаясь ни к кому конкретно. Жеребята с нетерпением на перебой принялись рассказывать о пережитых ими в Эквестриях приключениях. Периодически заходили и остальные, уже наряженные и готовые к балу, хотя Твайлэдс уже пришлось послать Гарри за задержавшимися близнецами. Некоторые рассказы выглядели явным преувеличением, но еще раз оглянувшись на окружавший его замок и, припомнив самую настоящую крепость, возведенную вокруг портала, Альбус не решился так сразу от них отмахиваться. А взрослых пони он легко смог опознать по яркой окраске их шерсти, гриф и хвостов. Они оказались все такими же, как и при их первой встрече на охоте за Василиском. До этого Дамблдор сомневался, соответствовало ли расцветке ханемагических обликов цветам волос в истинном обличии, но, похоже, они все же совпадали. Что интересно, хотя цвета их шерсти никак не пересекались с цветами кожи, когда эквистрицы превращались в магов и ведьм, но цвета гриф и хвостов и даже особенности прически соответствовали их волосам абсолютно точно. Рейнбудэш, носящаяся почти под потолком и восхищенно следовавшая за ней скутолу, дали ему еще одну подсказку к загадке, почему девочка так любила полеты. Их прибытие через камин в вестибюль замка Контерлот прошло тихо и незаметно, если не считать, Гарри. По непонятной причине он вылетел из камина, ну, не как пушечное ядро, скорее, как футбольный мяч, но мяч, который пнули от души и немало так проехался на животе по гладкому полу. Наблюдать за тем, как же ребенок пытается затормозить, стараясь не врезаться в прохожего пони или мебель, было, как показалось директору, очень забавно. Параллельно он задумался, а не была ли их каминная сеть копией той, что применялась в Англии. Если она сделана по британскому образцу, то пони, должно быть, завозили дымолетный порошок тоннами. Педаль, нажимаемая копытом для точного дозирования необходимых для перемещения порций порошка, предотвращая его лишнюю трату, оказалось интересным нововведением эквистрийцев. Устройство достаточно простое, что управиться не мог даже и ребенок, при этом было оснащено замком-предохранителем, предотвращающим детские шалости или случайные нажатия. Как только они все собрались вместе, Алибус привычно удалил со всей кампанией каминный пепел. Пони Авроры, находившиеся в комнате и внимательно наблюдавшие за тем, что он сделал, наложили заклинания проверки на каждого прошедшего через камин. Это невольно заставило Дамблдору задуматься. Неужели эти ченджлинги виделись эквистрийцам большей угрозы, чем он думал? Или же, возможно, это он не надооценил их самих, исходящую от них угрозу? Затем Твайлот провела их в главный бальный зал. Будучи принцессой и, следовательно, одним из организаторов королевской вечеринки, она без проволочек провела их группу через специальную дверь в обход длиннющей очереди, выстроившейся в коридоре в ожидании возможности попасть в зал. Дамблдор не раз бывал на званых вечерах как в министерстве, так и за его пределами, но этот бальный зал посрамил все остальные места. Куда бы он ни посмотрел, зал сверкал золотыми украшениями и драгоценными камнями. Из любопытства он упустил взгляд на пол, желая проверить, будет ли он покрыт банальным паркетом или камнем, который он ожидал увидеть в таком месте. Пол оказался мраморным, но с золотыми прожилками и редкими мозаичными вставками из драгоценных камней. Должно быть, на него были наложены какие-то чары, ведь Дамблдор ожидал, что мраморный пол окажется слишком скользким, чтобы копытным на нем можно было спокойно стоять на ногах, ну да, на копытах. Зал был просто огромным. Он в два раза превышал по площади квидичное поле, да и высотой был способен посоревноваться с квидичным стадионом. Потолок находился по меньшей мере в пятнадцати ярдах. Над столами и стульями вдоль стен нависали два яруса балконов. Перилы на балконах были достаточно высокими, чтобы предотвратить несчастные случаи, но достаточно низкими, чтобы любой желающий пегас мог через них перебраться и перелететь на другую сторону зала или спуститься вниз. Что, собственно, крылатые пони и делали периодически. Оркестр уже играл, и некоторые представители крылатых исполняли то, что можно было смело назвать воздушным балетом. Посередине зала уже танцевали прочие пони. Удивительно, но пары или даже группы пони кардинально отличались друг от друга. Если одни, ожидаемо танцевали на четырех ногах, то другие поднялись прямо и танцевали на двух. Алибус бы остановился посмотреть на последних, но принцесса Твайлот не дала ему такой возможности. Две старшие принцессы стояли сбоку от входа и приветствовали гостей. Рядом с принцессой Луной, которая теперь, когда он был в облике пони, действительно возвышалась над ним, а не была примерно одного с ним шестифутового роста в обличии человека. Была еще одна красивая белая кобыла Аликорн, которая возвышалась уже над ней. Альбус логично предположил, что ею и была принцесса Селестия. Тем более, что корона на голове, подобная той, что была у второй принцессы, дело это предположение довольно очевидным. Ну и еще тот факт, что у них единственных были гривы и хвосты, которые буквально парили в воздухе, словно раздуваемые невидимыми эфирными ветрами, а их цвета были воплощением ночного и дневного неба, соответственно. Рядом с ними двумя были еще шесть пони. Розовая Аликорна, тоже увенчанная короной, и еще пятеро ему незнакомых. Первые двое единороги выглядели невозмутимыми и обращались к подходящим гостям чрезвычайно вежливо. Они, судя по всему, являются распорядителями балла, и Дамбалдор, привыкший к тому, как министерские чиновники подавляют внешние проявления своих эмоций, предположил, что им, похоже, невыносимо скучно. Кроме них, также были трое пегасов, стоявших между двумя первыми принцессами и розовой Аликорной, которые скорее походили на трех мышек, забравшихся в змеиное гнездо. Алибус был готов поспорить, что они в этом сообществе посторонние, с довольно низким статусом. Возможно, один из них и был почетным гостем. Твайлот подвела их всех к шеренге, выстроившихся для приветствия хозяев бала. Алибус ее действия немного озадачили. А он предполагал, что она тоже займет свое место среди руководителей приветствующих гостей, а остальным придется самостоятельно поискать, где им пристроиться. — Извини, что опоздала. — виновата, прошептала Твайлот жеребцу, возле которого встала в линию, когда взрослые пони из их группы построились за ним. Белый жеребец-единорог, скрасовавшимся у него на боках двумя четырехконечными звездами, золотая поверх синей, повернутая так, чтобы образовать восьмилочевую розу ветров, бросил на Твайлот быстрый неодобрительный взгляд. Принцессы решили открыть двери пораньше. Прошептал он в ответ. — Но королевское окружение всегда должно быть готово вовремя. Добавил он с упреком, притом умудрился высказать это так заносчиво, что казалось, что она не прибыла сюда намного раньше исключительно по собственной небрежности. — Довольно впечатляюще, подумал Альбус и задумался. Почему этот енорог решил, что можно спокойно сделать выговор оликорну, учитывая, что ее статус явно намного выше его? Возможно, он приходит с родней королевской читы. Но если да, то почему он тоже не оликорн? Или оликорными могут быть только кобылы? — А кто этот прекрасный жеребец в великолепном пурпурном плаще Твайлайт? — спросила принцесса Селестия, взглянув на нее и на подошедшую вместе с ней группу и улыбнулась Альбусу. Затем взглянула на принцессу Луну и проказливо ухмыльнулась. — Твой новый ухажер? Пони, стоявшие в очереди перед правителями, замерли. Их взгляды скрестились на директоре Хогвартса, как и у всех, кто находился в пределах слышимости. Глаза принцессы Твайлайт широко распахнулись, и она испуганно отпрянула, глядя по пермена Тона Дамблдорота на принцессу Селестию. — Я, ты, он, что? В панике затратурила она отчаянно краснее. Невероятное достижение, поскольку Понцовой ставила даже ее шерсть. Принцесса Луну смехнулась, как и более высокая оликорна. Троицы пегасов, стоявших между оликорнами, явно ничего не понимали, но, судя по выражениям их лиц, почувствовали явное облегчение, что всеобщее внимание хотя бы на несколько секунд переключилось на кого-то еще. Оба белых единорог-распорядителя закатили глаза, а все друзья и подруги, покрасневшие до невозможности оликорны, рассмеялись. Алибус постарался сохранять нейтральное выражение лица, в чем ему помогли десятилетия плавания в океане политики, лишь изобразил вежливый вопрос. К его удивлению заговорил Гарри. «Принцесса Селестия, принцесса Луна, принцесса Миамора Каденза, принц Шайнинг Армор, принц Блюблад» со вздохом начал он, представляя Альбусу всех присутствующих. Троицу нервничающих пони мальчик пропустил, отметив, что не знает их. Похоже, Дамблдор оказался прав в своем предположении, что эти трое были лишь гостями, которых чествовали и предоставляли элите королевства. Должно быть, они и есть те маглы, о которых упоминала принцесса Твайлод. А это директор школы Хогвартс, находящийся по ту сторону портала. Альбус Персиваль Вулфрик Брайан Дамблдор. Далее Гарри стал знакомить его с остальными, давая пожилому магу возможность подтвердить свои умозаключения насчет того, кем из знакомых ему людей были все эти пони. Каждого, чье имя называл Гарри, Дамблдор приветствовал кивком. И для меня большая честь и удовольствие познакомиться с вами, сказал он, неловко поклонившись, когда Гарри закончил взаимное представление. И он не встречается с моей мамой. С нажимом, добавил Гарри, заставляя увядающий был румянец Твайлод вспыхнуть с новой силой, как и хихиканье и ухмылки со стороны ее друзей и подруг. Некоторые пони в очереди выглядели разочарованными. Дамблдор заметил, что очередь по большей части состояла из единорогов. Да, в ней также присутствовали и пегасы и земные пони, но их явно было меньшинство. А это недавно посвященные в рыцарское достоинство рыцарь королевства Эквестрия Кастер Сирл и его жена Мелада Сарут и их дочь Талия, добавила принцесса Луна. Трое пегасов ответили кивками на его кивки, когда называли их имена. Думаю, вы сказали бы, что они сквибы. Улыбнувшись, добавила ночная принцесса. Точно, Кастер, о котором упоминала принцесса Твайлод. Нужно будет обязательно поговорить с этим мужчиной, когда предоставится возможность. Должно быть, этот сквиб занимал высокое положение в правительстве Маглов, раз уж был ответственен за то посольство, которое он видел. Настолько высокое, что сестры принцессы даровали ему рыцарское звание, пусть даже если оно и было лишь почетным. Также следует выяснить, сколь многое этот человек знает о магическом мире и кому успел о нем рассказать. Нужно обязательно узнать, до какой степени магловское правительство осведомлено о магическом мире. Раньше Дамблдор думал, что об их существовании знал только лишь премьер-министр, но одно это событие уже означало, что во все это вовлечено гораздо больше людей. Не хватало еще узнать, что английские маглы обнаружили истинную причину несчастных случаев во время гражданской войны магов. Как только все улеглось, порядок в приветственной линии изменился, и Алибус очень внимательно отнесся к происшедшим перестановкам. Первой по-прежнему была принцесса Селести, но теперь принцесса Селуна следовала непосредственно за ней. Далее шли Сирлы, которых, как посчитал Дамблдор, присутствовали тут явно в порядке некоего политического жеста. Но вот кому он был адресован эквестрийскому сообществу или маглам, было пока совершенно непонятно. Возможно, это сигнал и тем, и другим. Следующей за Сирлами встала принцесса Мямура Каденза, а рядом с ней принц Шайнинг Армор. Понаблюдав за ними двоими, Альбус решил, что принц Шайнинг Армор должно быть ее супруг или вскоре им станет. Далее поставили принцессу Твайлет с Гарри. За ними оказался принц Блюблат, а уже за ним выстроились остальные подруги принцессы Твайлет. Жеребенки стояли рядом со своими сестрами. Твайлет указала, что вместо Альбуса сразу за ее подругами, а завершали эту шеренгу Уизли и Миртл. Дамблдор все гадал, почему он и Уизли удостоились этой почести, правда, уже вскоре отбросил эти мысли и мысленно возмолился Мерлину, когда узнал, что пять подруг Твайлет считались дворянками и все гости обращались к ним не иначе, как к леди. Он и понятия не имел об их высоком статусе. Правда, они и вели себя совершенно не так, как знакомые ему высокомерные и влиятельные представительницы чистокровных родов. Что ж, Гарри умудрился свести дружбу с действительно важными пони-эквестрией. Вероятно, он обладал политическим влиянием не меньше того, какое сам Альбус имел в Министерстве. Очевидно, что убедить мальчика остаться в магическом мире будет далеко не просто, если он вдруг надумает сбежать. Подобная форма приветствия гостей, выстроившись шеренгой, показалась Альбусу довольно необычной. Он ожидал, что принцессы будут встречать всех с единотронах, но, возможно, такие у них тут традиции. Когда вереница пони снова возобновила движение, он вдруг заметил очень необычное существо, внезапно появившееся рядом с принцессой Селестией и тут же принявшее трясти ее копыта в своих в своих руках. — Как хорошо, что ты меня позвала, заявил новый гость, возвышающийся над принцессой едва ли не вдвое. Более того, вытянись он полностью вертикально, то стал бы выше ее даже больше, чем вдвое. Существо отчасти напоминало китайских драконов, но у него была лошадиная голова с рогом оленя справа и синим рогом козла слева, всего один длинный клык, зрачки разного размера, змеиный язык и козья бородка. И да, густые белые брови. Вместо конечности его правая лапа была львиной, левая орлиной, правая нога от ящерицы, а левая от козла. Кроме того, правое крыло было как у летучей мыши, а левая от какой-то птицы. Венчало всю эту дикую композицию, похожую на эксперимент какого-то начинающего химеролога самоучки лошадиная грива и драконь хвост, больше похожий на змеиный, правда с белой кисточкой на конце. Флаттершай, едва заметив куда смотрит, Альбус радостно взвизнула Дискорд и со счастливой улыбкой на всю мордочку кинулся сголопом к непонятному существу. Самое энергичное действие, которое Дамблдор за все это время видел в ее исполнении. Стоп, Дискорд? Так это и есть тот маг Дискорд? Дамблдор в шоке уставился на гостя.